Шамана, это спорно, это очень спорно. Нажимает команда Winter is Coming готовность свою, что они могут сыграть. У Винфлэйн нажимает кнопку, и осталось эту кнопку нажать Азаэлю. Я уверен, что будут совершенно другие баны, потому что нет смысла еще раз выпускать ребят в... Хотя нет, Ванец и Рестор Шамана опять. Почему? Почему Банец и Рестор Шамана? Я, честно говоря, не знаю, то есть, видимо... Ну, то есть, они думают, о, Сдю, там, Рестор Шамана мейнет, типа, он над Руид не сможет. Их вот опять они Рестор Шамана, то есть... Это неправильно. Сдю отыграет на Рестор Друиде, ну, Рестор Друидом, в принципе, не так сложно играть, особенно... Ну, учитывая Сдю, как играет, в принципе, у него стиль игры в данный момент, как у Минпошки, то есть, в принципе, так и есть. Он никуда не торопится, и при таком стиле игры, когда и Лема еще сам себя подхили, там, ну, и, в принципе, вся их команда играет дефово. Абсолютно одинаковые баны, я не знаю почему. Видимо, по сетапу будут в Винтерс Каминг, быть может... Ну, вот, ВЛЭш. Может быть и ВЛЭш, но поверь, если Афлик там будет, в теории, в теории Афликта убить можно, но будет намного жестче все. То есть, вот команду Афликта и Лем зауешить в этой команде Тиму Хантер плюс Варлок, ну, плюс рандомный хилер, неважно какой, это вообще не проблема. Вот тут уж поверь мне, потому что будут умирать Пэты, будут умирать Хантер, Варлок, все вместе просто. Ну, потому что Хантер это такая цель, то есть, если он не наводит нереального прессинга, то он очень умирает очень сильно, и его надо именно хилить, хилить, хилить жестко. Шаман с этой целью не так, чтобы прям именно справлялся. Ну, знаешь, разве не так смотрят они, кто все же будет пикнуть? Мне кажется, что будет это выход Вара, потому что, ну, я не знаю, смысл пикнуть, а вообще то же самое, знаешь, выходить в абсолютно зеркальных сетапах и еще раз так же проиграть? Смысл какой в этом? Смысла в этом нет. То есть, ну, если у тебя не получилось в игре, сделай другие баны, сделай другие пики. Вообще, по-моему, например, вот как пример, смотри, даже вот Йогичу, я не знаю, возможно, он еще не готов играть на ДК, нужно играть за ДК. Ну, я не понял, я реально не понял, почему именно так. Вот, например, вот даже вот, вот сам согласись, вот выйдет ДК, то есть ДК, вот если они все залосуют, то есть если они все сделают грамотно, вот даже сравнив банально, шансов ДК будет намного больше, чем с Хантером. Ну, только что же было видно, что убить никого, вот именно убить никого не получилось. А учитывая, что Лагуна играл в Шуду Гливи, то есть он понимает, что надо делать и как надо делать. Ну, в принципе, там надо расфиливать и дотать, как обычно Варлок в Афликшене и делает. То, как бы, не хватит всего этого, потому что будут умирать все, особенно Дестер Варлок под прессингом. То есть, вот, например, знаешь, как может быть, например, СДК, какой-нибудь рандомный фиртруиды, который не снимется? Вот, реально, который не снимется. И за это время ДК там так поработает, что Варлок нажмет свой КД. И такое может повторяться много-много раз. На этой арене мы сейчас послушаем команду Winter is Coming. Интересно, что там будет происходить. И вообще интересно просто, к чему, то есть, что, знаешь, что они вообще ожидают от того, что они пикнули? Может, у них там какой-то план появился, вот, внезапно? Ну, я... Как насчет того, что вообще послушаю команду Азаэля? Вдруг они там взяли какого-нибудь Шамана Левого? Ну, а откуда ты знаешь? Ну, не прям сейчас, но на следующую игру. Ну, посмотрим, я спрошу Азаэля, посмотрим. Нет, я, конечно, ни в чем не сомневаюсь, что это ребята, как бы, такие, такого уровня, что... Толбодар играл Лемом. Нет, я знаю, я видел, но он... Лема освоить, это, знаешь... Ну, и знаешь, что так... А то мне, если ты поигрывал на Шамане... Ну, сейчас оскорбил всех Лемов. Если поигрывать на Шамане, вот, то есть, просто между делом поигрывать на Шамане, ты, ну, и Лем, ну, не знаю. Лема, а Толбодар прекрасно знает, знаешь, он всегда, ну, ты вспомни просто, в каком стапе, например, он в Отлаке ездил на Близз Кон, он ездил в Трипл Хилле, Шефей Лем, Рестор Друи, то есть, он прекрасно, он знает, что это вообще такое, то есть, вот эти все сплакливы, все их варятся, он просто, он, знаешь, он в них родился, можно сказать. Ну, родился он не в них, он родился с Рогой, да, то есть, это он с Рогой, там, играл в Геры, Криллэш и всякие, ну, все равно, то есть, потом он перешел в эти сетапы и, так, сидит, знаешь, сидит, сидит, сидит в них и все вроде в порядке. Посмотрим, как вообще, что вообще в интернет каминг, что они вообще ждут? Вот, что я тебе точно могу просто дать 100% гарантию, что Баннери 100 Шамана, это вот, вот, почему-то, вот, мне кажется, я даю реально 100% гарантию, что его бы даже и не брали. Его бы даже не брали? Да, его бы даже и не брали бы. То есть, ну, как, это, например, нам бы они забанили, или 100% шамана, то есть, нет, мы... Ну, или как вам БМ Хантапу там забанили. Ну, да, да, то есть, ну, лес, кстати, наигрывает потихонечку. Потихонечку БМ Хантапу, кстати. Скатер Трапу там. Уже, уже, уже смог, да, но неплохо, неплохо. Учитывая, что Ханты сколько сезонов, если не ошибаюсь, в каждом сезоне был Скатер Трап. Ну, раньше нужно было подбегать, это был своего рода хардкор. Ну, учитывая, что стрелять в мили нельзя, то да. Это было не так просто. 20 секунд до начала этой арены. Команды готовятся, и, как уже сказал, послушаем мы сейчас скайп команды Windows is coming, как они будут играть, что они вообще придумали, и как они какую-то свою идею... Может, они из Дюк вообще подстригут между ними? Хотя, сомневаюсь об этом. Ну, это, конечно, будет действительно, на самом деле. Хорошо, финальный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1, go. Начинается арена. И, да, вроде как все начинается, я захожу в чужой скайп. Идем. Могу сейчас, подожди. Ну, все, давай, тихо, 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 тихо. Штокнул локо, фир. Адет по мне идти. За три моря. Варлаку. Я в циклон. Я сейчас хилтай жму, и ты агрессивный. А, фир, фир, друид. Работай, работай. Давай, там хилтай, там флой у лока. Я хилтай живу или нет? Да, да, покажи, Верс. Я мастера у нас сейчас. Мастера у нас на меня выйди, я тебя отхилю. Давай. Бля, я тоже бланкет дал. Я в граундинг хекс поймал. Ну, трапать пытаюсь. Я в лось. Фридм нет. Фридм нет. Пытаюсь трапать. Есть бланкет? Нет. Отхиливаю тебя. Пойдем. Пойдем сражаться. Да, пойдем. Сейчас. Все, вы трипл сфера? Сейчас пытаюсь трапнуть, и не получится. Я захехсал друиды, ребят. Шокнул хаусболт. А, окей. Так, типа. Я могу флы поставить, скажи только. А ей, ты очень далеко, я очень хорошо. Че, ну ну че, я убиваю, типа. Монистик, шмонистик. Ладно, отходите назад. Заходим назад. Зашел. Я бланкет, так еще назад. Та, если дэкс, проживу дэкс, хаусболт. Все, с которой есть, вообще-то бешеные лавы. Не стану. Я сейчас буду... Че, дэкс жать? Не, не надо, не надо, ко мне, я циклоняю. Я циклоняю еще. Шапшаре, да? Да, да, пошарю, пошарю. И камень хейс. Окей. Вэлема играя? Давай, у меня ничего нет. Это будет фалфир друид. Фалфир друид. Трамар. Еще все равно. Трамара нету. Сейчас трапнуть постараюсь, сейчас буду трапать. Да, у меня фул есть по шаману. Давай, давай, подрубай. Подрубаю. Убить, убить, шокнул, шокнул, касс, шокнул, касс. Он треканул. Я нам похер костую, могу касс получить. Шокнул, касс. Есть. А, нахер. Все, нахер. Получил. Инфлэйм. Внезапно, я как бы, знаете, я удивлен. Я удивлен. Ребята изменили тактику. Они перестали вообще гоняться за Азаэлем. Они перестали менять таргет между Азаэлем и Толбодаром. Они просто взяли и убили Толбодара. Они все начали его чезить, убивать, гнаться за ним. Выбили все и добили. Это на самом деле забавно было. Это было действительно забавно. И команда в Интерсканинг начинает претендовать на что-то в этом. Матч, ребята, это был не просто случайно какой-то у них там, знаете, по пьяни. Они взяли и решили. Вот, мы пойдем играть вот в таком сетапе еще раз, хоть мы до этого проиграли. Так что может быть здесь что угодно. И с другой стороны, знаете, вдруг такая тенденция сейчас, вот то, что сейчас началось, вдруг так повторится еще раз. А потом уже команде Evil Genius нужно будет что-то делать с этим составом. Им нужно либо что-то другое взять, либо им нужно сделать другие баны. А если, знаете, вы делаете другие баны, то можно и Китиклиф получить себе, так сказать, в лицо. Да, таких приколов мы еще не видели. Ну, приколов, да, и на самом деле приколов-то мы всяких. Мы видели много разных, но я не ожидал. Я тоже, если честно, не ожидал, что... Арена... Почему как-то так прям быстро так и стремительно... Ну, быстро он так улетел, улетел вниз. Знаешь, на самом деле, в этом была логика, знаешь, вот ты сидишь на Элеме, выбиваешь с него шаманистик. Туда, он отбегает, свичишься в Азаэль, он кушает угли свои, подхилку, то и сё. Потом ты опять идешь в Толбодар, у него опять шаманистик, и туда-сюда. Десять минут, его тебя убивают. А так просто шаманистик кончился, давай играем в шаманистик, ну ладно, играем в него дальше. Это как раз и есть проблема Элема, такая, что вот если свичить у Элема, это... Бестолка, то есть если ты играешь в него, ты играешь в него до конца. Если ты шаманистик выбил, и идешь, когда у него новый шаманистик, учитывая, что шаманистик снимает все варлоковские доты, там, ну, он вообще весь мэджик снимает с себя. И, как бы, ну, например, ты такой, варлок под фуллом задотал, такой, с Тролфейсом шаманистик жмешь, и у тебя там еще батлмастер прок, и ты еще сам себя подхилишь, там еще камень съешь. Ну, например, можно подсвичнуться, ну, или не подсвичнуться, можно дальше прям шаманистик тунелить, 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 тунелить. И после шаманистика, и, там, ну, например, дать какой-то хороший контроль, именно бурстануть в этот момент, именно в этот момент. Вот это сидит грамотный момент, который, ну, русские, например, ну, даже вот я играю в Лиме, не будешь бы кого-нибудь просто подамажить. То есть любую цель берешь? Да, я даже нафига. Ну, а играя за Лим, ты же не можешь чезить? Ну, тупо, не всегда там... Чезить, да, не получается, например, потому что тебя поставят в новую, ты будешь не стоять и смотреть. Ну, чезить, кто не знает, чезить, ну, чезить, это означает, если кто-то, например, просил, начинает убегать, начинает дейтиться, то есть нужно, ну, типа, за ним бежать, за колонной, то есть, ну, типа, ну, преследовать, чезить, это преследовать. Ну, на ферале чезить более чем просто. Ну, это да, это несложно. Ферал, единственное, что ферал контрит, и что, на самом деле, в принципе, правильно, если бы этого не было, фералы были бы просто ОП, это феры. Когда ты... и слипы еще, кстати, слипы тоже очень важны, например, если ты играешь против какого-нибудь Китик Лива, или там, ну, ферал на ферал играет, и ты играешь, например, ну, ты не можешь заслипать другого ферала, А тот феррат тебя может засливать, и тебе это, кстати, очень важно, потому что, ну, слип, грубо говоря, слип снялся, и получаешь фире там какой-нибудь, после феррата там подбегаешь, тебе циклон дает, потом еще и дерево, и ты такой 30 секунд вне игры вообще находишься и думаешь, в рот мне ноги. Ну да, Хинга возвращается на свою позицию, блин, у Райл за дисконнект, ну и что, что дисконнект? Ну, он же типа... Там все равно можно перезайти, ты перезаходишь на арену и... Ну, возможно, у него дисконнектнуло, когда очередь прокнула, поэтому... Ну, еще страшно, переначать группу, терять там 2 минуты, это, в принципе, не так страшно, грубо говоря, учитывая, что каждый день кто-то ливает, все равно у кого-то что-то бывает. Ну, да, ничего страшного, позвало быстро, а... Как, в общем-то, всегда и бывает. Это точно. С другой стороны, а что будет ответом на эту тактику игры Лема? Как ответит команда Уинтера Скаминга? Сказать трудно, потому что, смотри, вот если Лема прессует и там даже, возможно, подшокивают, подпурживают, то вот именно даже подпурживать, это самое важное, если Лема подпурживает, Хантеру пуржить не столько приятно, например, играя с Варлоком, потому что, ну, ты все-таки теряешь демэдж, как бы, ну, пуржишь, либо пуржишь, либо дамажишь. То есть, грубо говоря, и пуржить не так приятно, но это все равно надо делать. И если, например, Лема играет, как РМП, может играть в Лема прямо под пуржами, вот, то есть, вот маг подпустили, вот время от времени, время от времени, и если ходов не особо много, или вообще, в принципе, бафов не особо много, то у тебя даже инстантпроки Лава Бурж могут пуржить, и ты такой стоишь, ребят, а что делать-то вообще? Смотрите, сейчас, может, я посмотрю, ну, мне кажется, что блумки у Сидю, они хорошие. Мне показалось наоборот. Тебе показалось наоборот? Да, давай посмотрим. Давай посмотрим. Это, кстати, это реально важно, то есть, ну, это снижает, но это, кстати, можно на арене так увидеть, потому что, если не ошибаюсь, беря, забирая этот глиф, ты получаешь 10 секунд, то есть, 10 секунд у тебя блумы висят, нет, блумы неплохие. Ну, неплохие, то есть, оно тикает, они слабее на 50%. Это, в принципе, это критично иногда. Брать глиф на циклон, ну, например, он бы мог не брать глиф на барский, рискованно согласен, но в него еще даже не играли, даже чуть-чуть. Учитывая, что можно понять, что люди поняли тактику, играть, например, в Элеру, то, ну, не знаю, может быть, он как-то по-другому думает, ну, 4 ярда на циклон, в принципе, не так много, но и не так мало, кстати, тоже. То есть, я даже иногда думал на феррала брать этот глиф, но феррала, в принципе, не так сложно подбежать, дать там и на циклон, когда это нужно. Это да. А что ж, две лагуны. Финальный отчет, это я сейчас фиксанул. Так, где мне нужно найти, нужно хантера найти. Все, это я фиксанул. И 20 секунд до начала. Что у него там? Ну, говорит, 30 секунд, но не страшно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, играют они точно так же, играют они по Толбодару. Ну, что Манитик еще не сдан, кстати, если я не ошибаюсь, что немаловажно. Он хилтайт поставил, но хилтайт такой, то есть, ну, подхилит там 1050, 60. Подхилит он 1050, но все равно, знаешь, ну, как хо там. С другой стороны, знаешь, а Толбодар же тут можно, он может, в принципе, гонять от ханта. С другой стороны, хантер, он может идти в упор и все равно себя расстреливать, а от лагуны нужно просто все, чтобы все доты были по лагуне, какой думаешь, большой твой 15%. Оу, 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 полегче, полегче, ребята. Ну, его убило, а что произошло еще? Ну, он не нажал, он не нажал вообще ни одного холдауна, на деф, возможно, нажал камень с хиллом. Ну, вроде, знаешь, просто как бы... Ну, странно, странно, что... Можно было, можно было бороться, но ничего вообще он действительно не прожал. И приходится лишь спрашивать арену от команды Winter is Coming, что... И, кстати, вот такой неприятный момент, учитывая, что, например, грубо говоря, даже поиграв 11 минут, они бы выиграли. Кстати, да. То есть, самое-то смешное. А, уже все, уже все. Самое-то смешное, да. Это действительно так. Ну, сейчас 1-1, и лимита на время у нас здесь никакого не будет, от команды зависит, что произойдет. С другой стороны, сейчас не будет арены Долорана. Этой арены сейчас не будет. Скорее всего, ну, да. Ну, и факт, что она прям супернеприятная, но я думаю... Ну, все равно, знаешь, что можно, там, вот Лагуна, знаешь, например, Хантер бежит за Иллемом, например, ты берешь, откидываешь, лосишь сразу же. Ну, то есть, там... А учитывая, что это не БМ-Хантер, то это можно. А ему нужно именно цель бить. То есть, ему уже цель стояла, ему нужно в нее нажимать кнопки, чтобы что-то нажималось, да? Ну, не знаю, я даже, как бы, не думал, что, знаешь, что там... Ну, возможно, Лагуна будет... Я как-то смотрел, ну, да, играют в Лагуну, играют в него 30%, сейчас что-то нажмет, ну, ладно, сейчас там, или Хинга там тринканется, и Неску отдаст, или просто что-то там будет, бабл, например, какой-нибудь... А он просто взял, как бы, 20%, 15% и умер. И все. Я так... Ну, да. Ну, Экзекут, скорее всего, вошел с 15%, там... Ну, все равно... Ну, если они какие-нибудь Экзекут под фулами, это сразу минус. То есть, если ты ничего не, как бы, не нажимаешь, когда против тебя поюзали что-то, и у тебя процентов 15 против Дистракта, это нормально, что люди просто берут и умирают. Я просто помню момент, когда я за Шамана дал себе Неску на фулл ХП, но Экзекут мне все равно вошел, Экзекут мне вошел на 200 тысяч, то есть ты прижаешь, выхилит тебя на фул, и потом сразу от Экзекута просесть буквально на полстолба. То есть, ну, это тоже такой момент. То есть, Экзекут там на 150 уж точно войдет, если кританет под фулами. Поэтому с Экзекутом шутить не стоит, потому что у Варлока самый сильный Экзекут, ну, не считая его Монковский, который на 10% начинается, то есть, ну, это даже не Экзекут, это все, смерть. Если Монк сидит на тебе, у тебя 10%, все, ты уже там не выживешь даже в дисперсии. Ну, да, даже знаешь, например, у тебя, например, 10% и Монк тебе нажимает кнопку, то есть она как бы отправляется, да, то есть ты на нем мгновенно, то есть сначала, ну, там чуть-чуть премия какое-то проходит, и, например, в этот момент сдают Супер Неску там на 1200, да, ты все равно умрешь. Ну, Монк, я вот не знаю, может быть, тебя и можно будет выхилить, может быть. Ну, например, Варловский Экзекут, например, ты нажимаешь его, цель уже как бы подниму, то есть вот ты нажал, Экзекут ушел, ну, цель уже 30, там, где-нибудь процентов 50, ну, ты даже хорошо Экзекут вошел, ну, Экзекут. Ну, то же самое с Варловским Экзекутом, то же самое, вот, а с Монковским я не уверен, потому что, ну, он бьет на 400, ну, вроде он как бьет на фул твое хп, то есть если он бьет, ну, не знаю на чье именно фулл хп, на фулл хп Монка или на фулл хп твоего таргета, вот это, кстати, я и точно не знаю, а он как раз на фулл хп Монка, ну, грубо говоря, если Экзекут зашел, я просто помню один раз, вот как раз когда мы играли недавно на турнире одном, Экзекут зашел в бабл, и потом такая дота повесилась, что... И 20 секунд до начала аренды. То есть Экзекут Монка вошел в бабл лока, и это все, это... Да, или выхилили, а да, все кулдауны просто на... ну, один на один Экзекут, то есть там, считай, 250 тысяч войдет. Ну да. Как дота, как только от одного удара. И смотри, у нас, в принципе, это возможный матч-поин, потому что первую серию Элджиньус выиграли, они выиграли тоже за счетом 2-1, ну, тогда была уже, собственно, ничья, ну, и добили там, так, знаешь, все одновременно вошло. Так, я, в общем, еще раз повторю 10 секунд до начала аренды, мне кажется, что я первый раз просто это не сказал. Немножко я сегодня ошибаюсь, разные фейлы провожу. Хорошо, финальный отчет. 5, 4, 3, 2, 1, гоу. Начинается арена. И команды, да. Начинается РБГ. Начинается? Нет, РБГ, РБГ это по-другим, у нас тут Лига Арен. На самом деле было бы прикольно, все-таки я много-много думаю об этой теме, было бы прикольно, если бы и раз, там, в рестлинге, реально, выбегает какой-нибудь чувак, и начинается просто драка жесткая какая-нибудь, там, 5 на 5. Но это было бы, как бы, неожиданно и прикольно. Я, я смотрю, всегда руты, руты с... Батартов Хексик. Салары обычно всегда именно уходят, кстати, в лагуну, а не в Дахинга. Ну, потому что сложно до Хинга добежать, вот просто так вот взять и добежать до Хинга, чтобы дать ему руты с аларом. Можно брать фрозшок с аларом, ну, опять же, фрозшок ты даешь, фрозшок, значит, не повесишь, то есть, ну, или влить не сможешь. То есть, в этом... Ну, да, да, это понятно. Забирает Толбодар, прям, так, целился, целился. Все равно, там, правда, Фир бежит, а Фир это тоже надо снять, знаешь? Хоты подхилили, вот как раз Блума и подхилили очень мало, Шманистик сдан, Хилтайт сдан, вот сейчас нажмет, да, Грибы просто нажал, да, уже все равно, ты знаешь, выбивают второй, третий, скатер маленький очень был, обновился. Кстати, Парскин тоже сдан, и вот если секундок через 30 подыграть бы выгодно, выбить бы сейчас, знаешь, он сейчас не выбил. Смотри, вуе это выбивают, у него все макросдатернс, один датернс это еще ладно, а вот что будет у нас с Толбодаром сейчас, потому что... Ну, все-таки дерево, не забывай, дерево и тренкет это тоже немаловажно. Ну, ты учни, да, что команды сейчас играть будут все 25 минут, или сколько им потребуется для победы, чтобы кто-то выиграл или кто-то проиграл. И, собственно, он смотрел лагун, это грубее. Ну, он грубее. Прям на глазах. Ну, с ним у руты, знаешь, это тоже. Хинга получает кс-касс, это тоже неприятно, и ой-ей, проблемы у... Сор, хаос молот, да хуй, ты можешь умирить, но датернс это нет, датернс не юзил. Он успел отбежать, но тотем, возможно, придет пошарить, и умирать ли он? Нет, он не умирает, он же живет, но датернс это нет. Сор, он что-то за спорю. Он рейдинс нажал, но датернс не юзил, то есть видно, что рейдинс был нажат. А датернс, ой, и теперь нажат, и теперь нажат. Хаос молот нажал, да, решил не рисковать. Возможно, зря, но решил не рисковать. Это был аскенденс от элем шамана, на самом деле. То есть вот это вот все. Ну, аскенденс от элем шамана проблема такая, что его можно, в принципе, закрыть или тупо относить, и он делает ноль. Как, грубо говоря, фулы дестер барлока. А вот, например, фулы апли барлока, ну как ты их относишь? Ну да, тебе закинули их, и все, ты сидишь только на. Ну, разве что еще хаунд подкинуть могут, чтобы будет еще более неприятно. Смотрим, Азаэль начинает, кстати, подбегать к Хинго, если не ошибаюсь, или это Лагуна? Не-не, это Лагуна там, да. А, да-да-да, действительно Азаэль, это действительно Азаэль. То есть нам начинается, как, лагуна, лагуна в той стороне, лагуна, а Азаэль здесь, на это. Азаэль нажал такой, я не помню, что он... Не, Азаэль, вот сейчас у Лагуны будут фулы, и вот этот болт идет, 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 и... По идее, он не должен, не должен, не должен он убить, просто взять, взять и пробить. Тотем пошариваешь? Детеранс, нету, 8%. Ой-ой-ой-ой-ой, Детеранс, откуда он его взял вообще? Стан, еще Хинго попадает, что ты не тринкуешь, сразу тринковал бы, зачем ждал 2 секунды, фир небольшой, 1 секунда, 1 секунда, еще Фир на Хинго. Нет, все, циклон, хотя нет, еще циклон, но с катер-трапа на Озаэль, ушел, 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 ушел. Откуда у него взялся этот Детеранс, я не понимаю. А Лагуна что, должен нажимать фулы, Лагуна должен нажимать фулы и исправлять ситуацию, и идти в Толбодар. А у Сидю, кстати, тринкета нет, можно просто Толбодара убить, если Лагуна нажмёт фулы. Нужно, нужно. Но ход-то на нём есть, аааа... Ну там всё равно его можно пробить, у Сидю нет тринкета, и это круто. Есть ли у неё шаманистик, вот в чём вопрос. Шаманистик, скорее всего, есть, потому что они только что прессовали, и вряд ли он нажимал шаманистик просто так. Ну, то, что понял, меня убили, ладно, там... И вот пошли фулы, и фулы от Лагуны, Лагуна, правда... Да, Лагуна, снажил хорошее с бланкетом на Толбодаре. Азаель фулы подрубила, и хаусбол заходит, и будет рикзикут. Да, скорее всего. Нет, нет, это фейк, это фейк. И теперь в Толбодара ответка. Стоит фризинг трамп. Шаманистика, есть риблома, есть грибы. Не-не-не, грибы, да, грибы взрываются до бланкета. И проблем, в принципе, никаких нету. На данный момент у команды Азаеля. Но Шаманистика все-таки нет, тринкета до сих пор нету. Но Азели прям уже чудо спасает. И даже котов нету. И Сенецки дается хекс по хинго. Забегает, сейчас опасно, кстати, сейчас играет. А у Азели, кстати, даже неизвестно, есть ли у него детернс или нет. Опасно играет сейчас, конечно. Смотри, сколько вообще в гору. Сейчас его испепелили. Да, это, скорее всего, Лембур стонул между делом. Но ничего не нажал, причем ничего не нажав. То есть, это действительно, это зашло. Нет, тогда такое бывает. Просто Лембур нажал, то есть, это, знаешь, это не было видно. Это не было видно полета, знаете, обычно, например, с расстояния летит лава-бёрст, то есть, такие, ой, полетел. А когда у тебя просто в лицо, вот, сдает в лицо, Лембур, все. Да, причем с прок искусственностью он влетает практически мгновенно. Так же. И как бы все, то есть, из-за этого вроде как все было окей, но Лембур в упор его просто испепелил. Вот, например, смотри, как пример, если Лембур будет кастить лава-бурст, именно кастить, и у него прокнет еще один в упор, он процентов 60 снимет просто за секунду. Вот реально 60. Так, ну, что ж, 2-0. 2-0 в серии. И, причем, я не думаю, что это был козырной сетап Азаэля. Вот именно такой. Но я думаю, что, знаешь, он может что-то держать. У него есть козырь в руках. Я думаю, что он что-то держит, я думаю, это же, да, это же, как бы, это Азаэль, что-то, что-то, наверное, он должен держать. Потому что он, я думаю, понял, что команды трескайминг, у них ставка конкретно на один сетап, вот только из-за того, не потому, что они просто умеют играть в одном сетапе, потому что банится Ферал. И вот в этом как раз проблема Йогича, что Ферал, да, он играет отличный Ферал, он спорить с этим никто не будет. Но зачем нужен, например, такой человек в команде, который играет Ферал, у которого пермабанят, на котором завязано многое. Ну, на котором, да, на котором завязано многое, ему, он должен что-то освоить. Да, ему срочно надо идти играть за Дикея. За ДК или Ханта? ПХД. Нет, за Дикея. А, да, 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 точно, точно. ПХД, Шэдоу Клифф, потом, ну, даже, может быть, ТСГ, почему нет, Химмию, кстати, Мейнет Паладина, если... Ну, или как вариант, как вариант Инфлей может пойти играть за ДК. Ну, тогда Китти Клифф пропадает, то есть, в какой-то степени. Ну, кто-то из них, кто-то должен в любом случае сделать. Почему нет, почему пропадает? Ну, смотри, если, например, банится Ферал, а Инфлейм идет за ДК, хотя, да, ты прав, в принципе, да, то есть, в принципе, это ничего не пропадает. Ну, кто-то должен ДК использовать. Нет, остается то же самое, да, то есть, ну, по идее, лучше Гекичу, потому что, ну, не уверен, что ДК, вот, например, Вар ДК, может быть, еще как-нибудь против кого-то можно отыграть, а, например, Ферал ДК, ну, достаточно спорный стап, надо вообще на него посмотреть. Ну, что ж, друзья, сейчас у нас по идее должен быть матчап Эвил Джиниус против команды Рэджик Компо, последняя пара на сегодня, и небольшая пауза, ждем команд, как они готовятся, что они нам покажут, какие это будут пики, и сможет ли еще раз за Эль выиграть две игры подряд. Ну, кстати, ЛУЧТИ против РМП, лично мое мнение, что против РМП сложнее выиграть, ну, то есть, сложнее выиграть у РМП за ЛСД, особенно с Дестер Варлоком, потому что Варлок может там садить в шипах, еще в чем-то, а РМП сильное у команды хип-попы. Ну, да. Сейчас мы это все посмотрим, друзья, далеко не уходите, Лига Арен. Лига Арен.